Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала Просвещение. Новости науки, образования и культуры. Сегодня в выпуске. Суровый гость. В МГТУ «МАМИ» прибыл победитель ралли «Дакар-2013». Чужая душа, как цель исследования, философский клуб Ухтинского государственного технического университета празднует пятилетие. Как получить высшее образование в Великобритании и что такое музыкальный театр? Лекции и мастер-классы в рубрике «Афиша». До окончания приема заявок на всероссийский конкурс «Директор школы-2013» осталось чуть больше месяца. Его организаторы уже сообщили промежуточную статистику. Наибольшую активность проявляют директора Приволжского федерального округа – 28,3%. Абсолютное лидерство по числу заявок среди всех регионов принадлежит Республике Татарстан. 77% конкурсантов – представительницы прекрасной половины человечества, а средний возраст заявившихся – 40 лет. Стать участником конкурса «Директор школы» еще не поздно. Прием заявок продолжается до 15 апреля 2013 года. Экспертная комиссия отберет 30 лучших работ. Их авторы продолжат спор в Москве на очном этапе. Имена победителей призеров станут известны в ноябре. Десятка лучших получат образовательные путевки в Европу, комплекты интерактивного школьного оборудования, новейшее программное обеспечение и денежные призы – от 30 до 200 тысяч рублей. Гадалки не ходи, но у студентов Университета машиностроения обновятся фотоальбомы в социальных сетях. И называться они будут примерно так – «Я и КАМАЗ». Связано это с тем, что университет посетил легендарный пилот Эдуард Николаев на не менее легендарном боевом КАМАЗе. Победители ралли «Дакар-2013». А дальше рассказываю в подробностях. С этой девочкой готов сфотографироваться каждый студент Университета машиностроения. Несмотря на то, что весит она 9 тонн. Девочкой, кстати, ее называют пилот команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев. Он прибыл в Московский вуз для того, чтобы провести так называемую открытую лекцию для студентов. Темы, конечно, «Дакар», «КАМАЗ» и умение побеждать. Марафон «Дакар-2013» стал победоносным для российской команды. Но путь к золоту никогда не бывает легким. Во-первых, мы команда. У всех команд у них построена команда на коммерческой основе. Все пилоты, которые принимают участие за эту команду, они платят деньги. То есть они берут в аренду грузовик и выступают непосредственно за эту команду. У нас такого нет. У нас все пилоты, они все выращены с детства. И у нас не такая тактика. У нас никто никого не оставит никогда в пустыне. Работа команды и доскональное знание особенностей своего автомобиля. Время между соревнованиями пилоты проводят в создании и совершенствовании грузовика. Если же посадить на наш автомобиль тех же конкурентов, я думаю, что они не смогут привести победу. Именно привозят победу те, кто строит эту машину. Именно отдают самого себя, всю свою душу, все свои идеи. Российская команда предельно оптимизирована и участники совмещают не только качество пилотов и механиков. Есть ли у вас в команде психолог? Нет, у нас психолога. У нас психолог, наш чагер, учитель. На лекцию отведен примерно час, но вопросов у студентов намного больше. От общих, не переманивают ли российских пилотов другие команды, до узкоспециальных, касающихся особенностей автомобиля. Для Николаева это уже не первый альтернативный урок. Он может рассказывать обо всем. Не жалуемся на моторы. Главный фактор – это дым, с которым будут бороться с нами и организаторы. На следующий год нам вообще нельзя дымить. А наш мотор, если он не дымит, то не... У колес КамАЗа болит команда «Формула» студентам ГТУ МАМИ. Студентам Университета машиностроения тоже есть чем гордиться. Они одни из немногих, кто знает, что такое и создавать автомобиль, и участвовать в соревнованиях мирового уровня. Здесь мне очень интересно в плане того даже, что вот ребята здесь не просто учатся, занимаются таким видом, как строят такие прекрасные машинки. Да, то есть видно, что народ стремится к автомобильному спорту, к технике, и это очень хорошо. Ведь наш автопром доказывает в очередной раз, что он лучший на международных таких ралли. Огромный КамАЗ и студенческий болид объединяют общее понятие уникальность. В грузовике, прошедшем Дакар, от серийного только название. Он создан для спортивных гонок. Но нельзя вот так просто взять и не побывать в легендарной кабине КамАЗа-победителя. И несмотря на то, что пилоты любовно называют ее девочкой, на самом деле эта машина все-таки не для субтильных дам. Поверьте мне, она для настоящих спортивных мужчин. Тем не менее, вот несколько секунд хотя бы посидеть, это очень круто. Мария Ермаченко, Илья Титов, телеканал Просвещение. Философский клуб Ухтинского государственного технического университета празднует пятилетие. Вопросы бытия здесь решают в ходе игры в мафию. Такой уникальный метод позволяет перенести домашние дискуссии о целях существования в аудиторию вуза. Клуб стал своего рода центром саморазвития. На эмоциональном спектакле побывала корреспондент Ухтинского государственного технического университета Ольга Коптева. За этим столом стираются статусы, научные звания, преподаватели, кандидаты наук, аспиранты и первокурсники. И даже школьники наравне обсуждают большие темы, во все времена волнующие человечество. Зачем жить, существует ли истина, что такое счастье и свобода, и бывает ли дружба между мужчиной и женщиной. Здесь каждый чувствует себя услышанным, а уходит, заполненный новыми размышлениями. Всегда хочется поговорить о чем-то таком, о счастье, о смысле жизни. И обычно никто не поддерживает эту тему. А когда прихожу на философский клуб, есть о чем, о фильмах поговорить, о таком, что меня очень давно волновало. Инициатор создания философского клуба Татьяна Хозяинова, преподаватель кафедры информационных технологий. Пять лет назад идея перенести домашние дискуссии в стены вуза пришла именно ей. Мы вообще задались вопросом, можно ли вообще, в принципе, разрешать эти вопросы каким-то образом. Ну, не просто задаваться ими, бесконечно задаваться и так вот ни к чему не приходить. Ну и решили, у нас же есть кафедра философии, пойдем предложим, там Дмитрий Николаевич без годов. Тогда Дмитрий Николаевич охотно отозвался на предложение студентов. За основу обсуждений решили взять тему чужой души. Как понять другого человека, научиться определять его мотивы в зависимости от поведения. Игра с детективным сюжетом пришлась очень кстати. С тех пор философские беседы и игра в Гессе, а проще говоря в мафию, неотделимы друг от друга. Чужая душа потемки. Однако чувствовать и понимать другого человека можно и даже нужно. Этим вопросом задавались философы Сартер, Бахтин, Лопатин, Лоский, ну и конечно русский мыслитель и писатель Федор Михайлович Достоевский. Философский клуб университета так и назвали в честь героя его романа Дмитрия Разумихина. Дмитрий Прокофьевич пытается доказать, что по внешним психологическим данным вполне можно судить о внутренней составляющей человека. Детективный сюжет Достоевского прослеживается на каждом заседании клуба. Участники пытаются спасти город с мирными жителями от преступников. Сама же игра раскрепощает, стирает возрастные рамки и каждый раз задает все новые темы для философских обсуждений. Благодаря философскому клубу игра стала популярна по всему вузу. А зимой 2012-го за мафиозными столами собралось более ста человек. Тогда самый массовый турнир организовали сами студенты. Получилось костюмированное шоу, в котором одновременно играли несколько команд. Все вместе и студенты, и преподаватели. Из своего опыта я уже понял, что мирным жителям быть значительно приятнее и проще. Второй раз я был комиссаром, и это уже налагает определенные обязанности. Я бы сказал, что деканам быть проще, чем комиссаром. Более ста человек побывали в клубе за эти пять лет. Из них 45 стали постоянными его жителями. Увлекательные споры в игре, бесконечные поиски истины. И самое главное, драгоценное общение на темы, волнующие и разум и сердце. Кажется, клуб останется актуальным в университете еще надолго. Наш выпуск продолжит афиши научных и культурных событий в Москве в пятницу, 15 марта. Он был американским ученым-физиком, танцевал в русской балетной школе, а после стал буддистским монахом-пилигримом. Док Жур возобновляет кинопоказы на факультете журналистики МГУ и открывает весенний сезон фильмом Марии Дроздовой «Карты пилигрима». Star Travel – бесплатный семинар высшее образование Великобритании. Слушатели получат необходимую информацию о поступлении и последующем обучении в британских вузах, познакомятся с современным устройством Университета в Великобритании, а также смогут задать все интересующие вопросы. В театральном центре имени Мерхольда лекция «Современный музыкальный театр и музыкальная инсталляция» читает преподаватель кафедры современной музыки Московской консерватории Николай Хруст. Вход свободный. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене театрального центра на Страстном спектакль «Видимая сторона жизни» – постановка Кировского театра «Нас с Паской». Это лирический перформанс Бориса Павловича под текстом петербургского поэта Елены Шварц. Мир, науки, образование и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова